Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Люди моего поколения помнят веселые 80-е годы, то время, когда фабрика Рошам еще называлась Карла Маркса и производила действительно нормальные вкусные конфетки. Но не об этом речь. Конфеты в 80-е годы, как и все остальное, в Советском Союзе были страшным дефицитом. А сладенького хотелось, и наши мамы готовили нам всякие интересные ништяшки. Один из таких ништяшков мы вам сегодня покажем. Возможно, он поможет вам вспомнить счастливое детство или веселую молодость и его вкус напомнит о том беззаботном времени. Ну, для кого-то оно было беззаботное, для наших родителей оно было, наверное, не совсем беззаботное. В общем, сегодня делаем колбасу. Но не обычную колбасу, а колбасу шоколадную. Лариса нашла, вернее, вспомнила этот рецепт. А на самом деле наши родители очень многие делали такую штуку. На выходе у нас получится такая фиговина, которая на срезе очень похожа на колбасу, но сладкая и вкусная. Для приготовления нам понадобится песочное печенье, молочко, греческие орешки. Там мне делают замечание, не греческие, а грецкие. Ну, вот мне хочется называть их греческие. Я понимаю, что к Греции они не имеют никакого отношения, по большому счету. Мы, кстати, недавно путешествовали по Греции, так там греческие орешки, ну или грецкие орешки, чищенные, стоят от 12 до 15 евро за килограмм. Хороший бизнес. Сливочное масло, сахар и порошок какао. Итак, друзья, на этом я презентацию заканчиваю, а готовить колбасу шоколадную будет Лариса. Половину печенья закидываем в блендер. Кстати, пропорции и все ингредиенты, а также текстовый рецепт вы найдете в описании видео. Как всегда, Лариса его очень скрупулезно составила, ну и достаточно просто составила для вас. То есть половину примерно на глаз, не надо там вымерять ничего. И измельчаем мелко в труху. Вот такие у нас получились печеньковые панировочные сухари. Можно теперь в них и котлетки пожарить. Теперь в них, чтобы ты захочешь такие. Ну, не знаю, никогда не пробовал котлетки в панировочных сухарях из печеньки. Вторую половинку печенька, которую мы отмерили на глаз, крошим вот таким вот образом. Просто мелко отламываем. Это, друзья, у нас будет фарш для колбасы. А печеньки это будут сало. Сюда же поломаем вот просто на половинки, ну, грубо говоря, на четвертинки грецкие орешки. То есть очень мелко их там крошить в труху не надо, а так чисто чуть-чуть поломать. Хорошенько перемешаем получившийся у нас фарш для колбасы. И отставляем в сторону. Теперь смешаем какао с сахаром. И хорошенько перемешаем, чтобы у нас не осталось никаких комочков. Вливаем в кастрюльку молоко. Высыпаем смесь сахара и какао. И начинаем нагревать и постоянно помешивать. Кипятить нам эту смесь не надо. А надо просто разогреть и вымешать до такого состояния, чтобы сахар полностью растворился. После того, как сахар полностью растворился, отправляем в наш крем сливочное масло. Вот так вот много. Людям, которые на диете, это видео смотреть нельзя. Людям, которые хотят похудеть, тем более смотреть нельзя. И, кстати, тоже очень хочу похудеть. И у меня аж сердце кровью обливается. Я смотрю на это и думаю, мне же надо будет его дегустировать. А там столько масла. Ё-моё, Лариса, что ты делаешь? Я тут рисинки считаю. А вдруг мне понравится. Так как какао с сахаром у нас горячее, мы его только нагревали, то масло растапливается достаточно быстро. Помешиваем вот так вот до полного растворения масла. Масло полностью растворили. И начинаем потихонечку вводить в наш крем печенье. Причем, друзья, я вам хочу сказать, пока... Ну, именно так делайте. Вводите печенье в крем, а не наоборот. Потому что, если будете делать наоборот, можно прогадать с консистенцией. И не все печенье будет обмазано, пропитается. Так вот, пока Лариса мешала, размешивала масло, я вооружился ложечкой и, естественно, влез туда. Это такая фантастика. Хоть там и пачка масла, я понимаю, что это совершенно не полезно. Не вяжется ни с какими диетами. Но, дорогие подписчики, если ваша жена будет делать эту штуку для вас, вы, пожалуйста, стойте рядом, вооружитесь ложечкой и попробуйте. Это просто нечто. Хорошенько перемешиваем все до однородного состояния. И нам понадобится пищевая стрейч-пленка. В принципе, на этом этапе можно остановиться. И, дорогие зрительницы, если вы будете готовить такую штуку для своего мужа, для детей, удаляйте их из кухни. Потому что, если бы я не снимал видео, колбаса бы не была приготовлена. Я бы сейчас вот в таком, прям в тепленьком виде ее бы с удовольствием скушал. Мы взяли в два слоя пищевую стрейч-пленку. Немножко неровненькая, или она потом выровняется? Сейчас мы будем выровнять ее. Ага. И формируем колбаску. Ну, так как это показывает Лариса. Подворачиваем. А вот интересно, как ты это делала в 80-е, когда не было стрейч-пленки? Ну, стрейч-пленки. Ну, во-первых, можно было кулечек использовать. Во-вторых, у нас была бумага пергаментная. Ну, в принципе, можно, но не очень удобно. Ну, кулек, пергамент. В общем, наши колбаски вот таким образом сформированы. Отправляем в морозилку. Давайте сейчас еще раз вместе слепим одну колбаску. Вкладываем колбасный фарш на стрейч. Друзья, есть маленький секрет. Наверное, все помнят общепитовские школьные пирожные картошку. Вот, на самом деле, это тесто можно скатать в шарики сейчас. Надо остудить немножко. Ну, да, немножко остудить, естественно. Обвалять в панировке. Ну, в панировке, естественно, не в сухарях, а вот в этой панировке, которую мы делали из песочного печенья. Можно из какао. Да, кстати, действительно, можно из какао. Можно половину из какао, половину из печенья. И получится печенье-картошка. Но мы пойдем дальше и сделаем шоколадную колбасу. Друзья, также мы сделаем все колбаски и на 30 минут отправляем их в морозил. Через полчаса извлекаем наши колбаски из морозилки. Они уже немножко прихватились, но при этом не полностью замерзли. И выравниваем, так сказать, неровности, допущенные при формировании, когда колбаски были еще горячие. То есть вот так вот попросту прокатаем их, чтобы они у нас имели ровную цилиндрическую форму. Не забудьте колбаски в морозилке, когда их положили туда, по той причине, что они превратятся в ледышки. После придания ровной формы колбаскам, после того, как они у нас стали красивые, отправляем их в холодильник на ночь, чтобы они хорошенько напитались кремом. А завтра утром будем дегустировать. На следующий день наша колбаса готова. И в принципе она уже пригодна к употреблению. Но Лариса решила пойти дальше. Говорит, раз у нас колбаса, значит она должна быть с плесенью. Но не настоящей плесенью, а имитацией плесени и с сахарной пудрой. Ну на самом деле можем просто украсить колбаску вот так вот, обваляв ее в сахарной пудре. Она будет красивая. Ну на мой взгляд это такое превентивная мера. Это если уж на стол подавать, то можно украшать. Можно было еще в сухариках из этого печенька ее обвалять. В шоколаде, ну или в какао мелко тертом. Кстати и в тертом шоколаде, я думаю, можно. Смотрите, настоящая колбаса сыровяленая получилась. Красота. Ну что, друзья, будем пробовать. Вот реально, если бы мне положили на столе где-то такую штуку, я бы подумал бы в первую очередь, что это колбаса. Поэтому имитация колбасы у нас получилась достаточно точная. Теперь интересно, что же у нас получилось на вкус. Опа, друзья, смотрите, реальная колбаса. Не буду ее нарезать такими тоненькими кусочками, как я нарезаю салями, а просто возьму и съем. Ну что, друзья, давайте будем пробовать нашу колбасу. Эту печенье вяленую. В Антарктика. Для меня это один из вкусов моего беззаботного, счастливого детства. Даже она очень вкусная, очень сочная. Такой яркий шоколадный вкус. Вот действительно, она совершенно не сухая. За что я не любил печенья картошки, вот эти вот, о которых я рассказывал уже в видео. За то, что они были очень сухие. А я вот все-таки все пирожные, помните, лимонные пирожные в школе, бисквитные. Вот они были сочные. А картошки были сухие, за это я их не любил. Вот эта колбаса получается очень сочная. Реально очень-очень вкусная. Поэтому, дорогие друзья, отвлекитесь от солями и сервелатов. Приготовьте своим близким, родным, такую вот прикольную штуку. Можно даже какой-нибудь пошутить с кем-то по поводу колбасы. Типа, дорогая, что мы будем ужинать сегодня? Да вот я колбаску сделал. Картошечки нажарить и колбаски. Ну, на самом деле, глупости говорю, конечно. Попробуйте приготовить. Особенно люди моего поколения, я думаю, порадуются этому вкусу. Друзья, пишите что-нибудь в комментариях. Давайте общаться, давайте дружить. Естественно, мы с Ларисой будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго, пока.